господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 1047 события дня откровение 22 12 все гряду скоро и возмездие мое со мною чтобы воздать каждому по делам его вот я и гряду скоро это четыре раза говорится только об откровении наше объявление кто желает помочь все зафиксировано здесь ролики стоят доказательства никакого обмана нету обычно ради денег придуряются вот один пишет мне скрываю фамилию от недругов они нападают сразу начинает клеветать на меня чтобы людей отодвинуть ну и все сд я называю сатана и демон дьявол здравствуйте игнатий тихонович мне нужна срочная аудиенция с вами завтра это возможно или во вторник сегодня просто в ночной смене на работе темой будет мое первое чтение толкования евангелия далее ваша принадлежность какой церкви и и самое главное доказательство непреложное для тех кто окрестил вас сектантами чтобы успокоить их что вы состоите в православной церкви то и благословенные чтецы воистину как евреи уверовавшие успокаиваются когда узнают что христос от давида так и они пусть успокоятся так и они где они успокоились евреи где он это нашел не знаю такого нету далее доказательства что ваш брат действительно состоит на церковной службе мне показывали документ который есть у всех пастырей похоже на водительские права я вас умоляю подготовьтесь подготовитесь успокойте людей потому что от этого только сейчас зависит чтение слова с основанием в нашей церкви и ваших комментариев хотелось бы проповедей вот я им докажу и они тогда буду слушать так они на доказательстве живут бог им не открыл зачем им доказывать то они не избраны они истину не могут отличить от лжи а можно доказать не доказать это невозможно доказывать все можно есть доводы и контур доводы один этот ролик нужно снять так чтобы все все увидели скрывать то нечего но они даже удостовериться камеры как-то поближе показать что там печати или что но все же это можно подделать и печати да и не забыть чтобы вы рассказали о цензоре книг каких и где это было и главное как это можно проверить никак нельзя это проверить это вера дается она есть или нет но я материал подготовил как святых обвиняли в разных грехах в разных и особенно связи с женщинами больше всего подставляли там лыгали назовите время не спешите подойдите пожалуйста к этому очень строго как вам свойственно спаси всех нас господь помолитесь пожалуйста очень нелегкая ситуация но господь всего смотрит во имя его и слава его которые он никому иному не даст аминь я покажу кое-что уже много раз показали их не свернешь вот у нас жил потеряю прикрещение принял один причащался через неделю батюшка уже еретиком у патриарха и всех как ему доказать то дух лжи вошел в него ему теперь и сибаркульский этот славик святые и все эти динозавры и что земля не круто не шар как ему доказать то дух лжи а дух лжи что-то докажешь когда у него все до дыхания все лживое он не может выйти из плена он это допустил и теперь это только его вопрос об изгнании поста молитва и получилось так вот сегодня чудеса и не безбожье по милости это я заголовок дал пишет один человек кавычки с деньгами то этими что было то маме когда поплохела еще в начале 2017 года съездили мы с ней в банк и она взяла деньги и много денег на похороны поэтому что плохо ей было и она озадачилась этим потом ей было еще хуже потом ломали бедро слава богу сделали операцию а потом плохо стало папе папа умер мама умерла еще через пять месяцев а эти деньги похоронные то она спрятала зачем-то и сказала только что вот помру найдешь папу хоронили сложно было потом мама юридические расходы а денег найти не можем сразу практически раздали все что у нее было и все проверяли и нет когда вам уже отдавали мебель да некоторые одеяла старые коврики и тому подобное то володя то знал что мы деньги эти ищем и когда он пошел на склад у нас на склад на свой дай думает он говорит посмотрю может найду их его чудо нашел теперь и долги могу раздать и вот где логика у человека прятать деньги что ты же сам предназначаешь на свои похороны конечно это было чудо сразу и помочь смогла нескольким человеком что очень сильно в нужде были вот события какие-то события вот надо помолиться и у меня потерялись тоже деньги но они предназначены для сиротевших детей и копейки оттуда никуда не уйдет ну вот точно так же положил и нету ну божье дело воскресный день давайте послушаем батюшки не было у нас богослужения было утром с восьми у нас это в барнауле крестоводвиженская община рпцз молимся народа не много было ну 40 так мы сейчас скажем когда батюшка полтора часа службы считай полтора потом сразу же выходят из храма их трапезной и собрание тоже полтора часа бывает ну даже пусть меньше будет по часу возьмем она больше дальше отдыхает тут молится трапезной еще и занятия тут четко полтора часа вот считаю уже третье у нас место где мы беседуем дальше сергей павлович пупков ведет занятия по исследованию слова божия полтора часа еще полтора накинули потом виктор николаевич савченко из франции тоже полтора вот 5 ну 7 часов определенно мы вчера пробыли только на занятиях и в церкви 7 воскресный день видите как господь все это устраивает а человек не знает чем себя занятия это интересно но другие не остаются никогда свобода же они не смотрят еще свобода же полная поэтому вчера мне по телефону многие звонят по skype просят помолиться какие-то нужды молишься вчера тоже вижу телефон кто-то звонит срывается звонится срывается наконец а вы дома до дома я не могу к вам зайти а вон он а где ты есть а то у дверей ваших стою ну я тут занял был своим не слышал далековато от двери я говорю настучал я же говорил там лежит маленькая палочка такая постучи по скобке я сразу услышу стучала нет но как-то стучал рукой ну какая твоя рука старческая пенсионерка то а что да вот надо помолиться за меня хотела пришла попросить вот понимаете кажется списанные уже все спрашивать то нет брат востребованность твоя но давай молиться вместе давай нужда у человека в квартире с вещами вот где и как и денег нет давай молиться помощи другой то я не могу оказать наши ходили раздачу евангелие благовестия сколько могли говорили сегодня посмотрел уже тоже будет ролик стоять вот и наши ресурсы посмотреть можно вот это мой мир любимый и вот верху кисти 2 собачка mail.ru это почта почта и форум большой форум вот просто зарядите православный форум игнатия лапкина андрея кураева называется ничего тут такого нету 1600 тем очень грамотно сделанный форум легко искать и нужно вот здесь личное сообщение сразу на первую строчку новое сообщение как раз сюда и войдет не лично да вот новое лично не надо новое на первой странице здесь по строчке вести вот под бордовой чертой под храмом и написано общий поиск не поиск по темам а общий то и заряди туда слово какое надо и найдешь поисковик выйдет повторяю очень грамотно составлен а это наш видеоканал но без там нескольких роликов 13 тысяч роликов богатый очень форум тоже разные здесь плейлисты по ним вот сегодня сегодня уже меньше тут поставлено вот незамужняя женщина заботится господним православный библейский сайт очень очень богатый много ответов вопросов фильмы занятия книги ну все это разложено по полочкам вот воскресный день какой у нас был богатый и при том в радости в какой-то это идет я всем показываю мне голуби тут рассыпется по ограде никогда не думал в центре города иметь такой уютный участок 13 соток два домика это выиграна был процесс мой после освобождения после моей реабилитации и вот теперь мы тут находимся по решение суда все на этом на сегодня